всем привет рады видеть вас на своем канале привет привет с вами снова сегодня в кадре татьяна и рима и снова мы находимся в нашем пункте выдачи фаберли в краснодаре по улице яскова 28 здесь у нас пункт выдачи и сегодня у нас будет снова распаковка так открываем сегодня будет обычный домашний заказ все что нужно домой я заказала только такое все такое для уборки на для уборки для стирки хозяюшка да такое все хозяйственное в основном будет ну там чуть-чуть может в конце так разбавиться ну в основном все хозяйственное так начну пожалуй наверное с одного из любимчиков на вот один тебе их два одинаковых куда-то уже очки свои задевалась это у нас средства для ванной комнаты но честно сказать я использую его не только в ванной комнате вот много что можно отмыть и почистить вот этим средством даже вот по моему недавно в нашем чате там кто-то выкладывал как чистил этим средством лоток от стиральной машины вот что же побрызгала и какое-то время прошло и просто потом смылась и все у меня знаешь какая мысль сразу возникла каким порошком стирают что так сильно загрязнился лоток может быть вода просто не очень хорошая ну может быть потому что у меня от наших порошков вот когда я стираю меня нету даже необходимости проветривать знаете некоторые часто примут этот лоток вытаскивают чтобы он там проветривался и просушивался я после стирки вообще этого не делаю я тоже я на самом деле потому что те порошки которыми я пользуюсь вот наши либо серия гринли либо серия германская от них вообще нет такой вот проблемы что внутри там все цветет закисает слизь это появляется нет все прекрасно я просто не знаю что где-то раз в три месяца может даже реже вытаскивает этот лоток просто под обычной водой без каких-либо средств просто по мере необходимости у меня есть старая зубная щетка и я просто вот этой щеткой вот так те места где ну не подлезть не пальцем ничем не губкой я вот этой щеткой прямо так прохожусь прохожусь и она все смывается то есть я тоже была удивлена когда увидела в чате вот это прям сильно числе прям такой прям коричневатый какой-то налет на лотке правда наверное от воды зависит может быть очень ржавая вода сквы кто-то там конечно вода еще хуже чем у нас в краснодаре вот у меня конечно бывает иногда налет от воды собирается на вот этом лотке но все равно он таким никогда не бывает как вот у нас было в чате в общем ладно это мы отвлеклись короче много что может этим средством помытью собственно говоря все что в ванной комнате находится и кафель и раковина и ванная и смесители если у вас пластиком отделана стенка значит можно и пластик то есть много-много чего я иногда даже и на кухне раковину мою этим средством и унитаз пшикаю мой этим средством и вот эти все причин дал и к унитазу да вот то есть много-много где можно его использовать вот но теперь еще и вот сегодня же добавилось что и лоток от стиральной машины но я думаю что если пофантазировать то можно еще много найти таких мест где можно его использовать я стиральную машину промываю барабан ну наверное где-то раз в два месяца не сильно часто я это делаю нет такой часто необходимости я просто беру резинку так отодвигаю стиральной машины и туда прям под резинки запшикиваю распылителем вот это средство для ванной и немножко еще раз пшикиваю на сам барабан и все и потом запускаю полноценную стирку и у меня так очищается вся вот эта фигня которая под резинкой собирается но это без вещей ты просто включаешь вот это барабан да пустой барабан да и прочищается конечно не абсолютно все из-под резинки вылезает но много каких-то вот этих вот моментов там подчищается так что попробуйте может быть вам тоже так понравится да так что средство это отлично их там есть два есть антиналет есть как-то кристальная а эффект белизны в данном случае у меня эффект белизны артикул 30 221 взяла меня это самый любимый вот один поедет конечки в квартиру один останется у меня дома вот поэтому сегодня у меня два и я специально для нее заказала наш триггер распылитель до одеваем и вот получается пшикал кого ну да мне так удобнее я тоже договора пшикал подождал там чуть-чуть и потом там губка или какая у вас чем вы пользуетесь когда смываете 3 кто-то тряпочкой кто-то губкой кто-то силиконовыми перчатками я не зря заговорила про силиконовые перчатки потому что я наслышана очень много наших силиконовых перчатках и в том числе и отримы тоже я давно на них глядела на эти перчатки и в итоге в конечно все таки еще не смотрю где она тут открывается меньше шуршать в итоге все-таки заказала и сейчас там какая-то смешная акция идет на эти перчатки вообще они не дешевые но как я поняла они очень-очень долговечные да вот девчонки покупали еще когда не только-только появились у нас в каталоге это наверное не знаю года два было назад можно даже еще больше посмотрим 11 785 размер 35 на 17 сантиметров материал силикон в общем вот так это выглядит наружная сторона вот так выглядит внутренняя сторона вот вот эти силиконовые пупырчики они очень-очень мягкие я честно сказать думала что оно все намного грубее такое жесткое вот а на самом деле оказалось что я ошибалась все я приготовилась мыть ванну сейчас задеру даже с меня для ванной именно вот эти перчатки этими перчатками мою ванну распылила получается на ванной вот это средство и потом начинаю вот эту перчатку просто водой намочила и этими щетинками по ванной чук-чук-чук двумя руками вот так вот быстро хоп-хоп-хоп-хоп-хоп и все помылось экраны очень тоже удобно мыть этой перчаткой ты получается вот так ее сам кран рукой трогаешь не надо там не губкой куда-то не подлазить очень мягенькие вот эти силиконовые штучки пупырчики вот эти ну в общем да я весь очень крутая они плотные и хватает надолго если обычные перчатки которые в магазине просто резиновые хозяйственные покупаете периодически нужно менять вот эти вам прослужат реально долго у меня именно для мытья ванной раковины вот я для этого использую вообще не заявлены как для мытья посуды да по крайней мере в каталоге там так нарисовано мы посуду мне лично в них неудобно потому что они для меня большеватые они идут на руку на руку побольше у меня душа я не знаю это надо какой чтобы был объем посуды чтобы специально одевать такие перчатки и мыть посуду если у меня две-три тарелки из-за этого использовать такие перчатки но не разные бывают есть такие кто могут посуду только в перчатках мы по разным каким-то причин может быть вот у них прямо отдельно раковине висит перчаткой даже 3-4 тарелки моют вместе именно перчатками тут сами смотрите как вам удобно я именно и для уборки используют любами чай их используют для мытья пола и я даже еще видела такой лайфхак когда переворачивает эту перчатку наоборот и тогда может быть там швабру до легче держать короче для чего-то ты используешь одеваешь вот эту мягенькую сторону а для другого ты используешь одеваешь ну может быть даже так тоже нормально много-много функциональные перчатки это здрасте заходите за заказом так ну продолжаем свою съемку у нас тут мы попутно сегодня выдаем заказа была поставка все как обычно ничего не меняется рабочий процесс и в процессе рабочего дня мы еще умудряемся снимать для вас распаковки вот про перчатки что еще и удобно здесь вот такая петелька есть сейчас будешь ржать я только увидел сейчас я сама честно говоря ей не пользуюсь у меня просто нету какого-то такого маленького крючочка куда ее можно повесить я получается когда использовала перчатки помыла их я сначала вот так на кран на гусак от крана или как он называется вот так вот вешаю чуть-чуть стечет вода с них и потом я просто на полотенце сушитель у меня тряпка для пыли постиранная висит я на эту тряпку для пыли сверху так перчатки кладушек не сразу к трубе и все она у меня там потом просыхать и потом я тогда уже убираю в шкафчик вот короче крутая вещь я надеюсь что тебе понравится и ты не пожалеешь ни разу да я уже не жалею я еще знаю что заметил что внутри получается значит снаружи гладкая а внутри пупырчастая ну я так думаю наверное чтобы не ерзала рука чтобы она коварде как зафиксировалась и потому что бывает когда обыкновенные перчатки наденешь на руку они потом все сползают вниз вот так вот и все туда начать вода все попадать вот эти пупырчики на и как раз будут вот имейте ввиду что видите они высокие конечно там еще от руки вашей от длины пальцев зависит на принципе хорошо защищена та область где как раз может рука заливаться кстати вода заливаться в тут немножко пупырчиков есть с наружной стороны только получается не там где ладони вот именно снаружи ладони тут такие легкие пупырчики есть да я же говорю когда швабры будешь держать она тоже не будет ёрза вот что-то такие самые причин как внутри как он показал мне показал как сверху нужно было это снимать вот они пупыришки короче разная вещь очень классно оберлик холм видите даже написала силиконовый толстый силикон мыться легко очень будут классно короче начну экспериментировать вот такие вот у меня перчатки так дальше дальше я сделала пятновыводитель домой посмотрела что у меня там уже почти заканчивается и пора уже покупать вот про него и не знаю тоже можно рассказывать бесконечно можно воды ему петь использую тоже его все по-разному и кстати не всегда использует его правильно вот на самом деле конечно лучше всего заходить карточку товара заходить в отзывы на 10 что сейчас у нас обновилась платформа нашего сайта faberic и отзывы почти все в карточке товара пропали вот это конечно меня немножко огорчила да это я уже проверила и мира не один раз заходишь некоторые товары а там значит но уже нету этих отдых может быть они со временем их добавят я не знаю вот но получается что в некоторых местах нету вот на самом деле пятновыводитель этот отличный в нем либо можно сначала замачивать белье там не за в тазике в ванне где вам угодно смотря какие в объеме хобои и мы хотите замочить можно просто замочить чтобы белье полежала перед стиркой в горячей воде если какие-то проблемные пятна то лучше прям опустить эту вещь прямо почти кипяток но это опять-таки только в том случае если позволяет ткани чтобы не повредить ткань то вещи смотрела вот куча вот ну вот попадались какие-то продукты я захотела не было да в общем можно по-разному можно просто сразу стиральную если нет никаких там супер поставленных пятен на вещей на вещь на вещах а можно просто вместе со стиральным порошком добавлять когда допустим при стирке там белье стираете постельные там полотенца незакухонные то есть ну каждый применяет по-разному на самом деле средства это работает работает очень хорошо только вот правильно использовать вот и хватает на самом деле это банки очень-очень даже надолго вот артикул сейчас скажу 30 027 это такой кислородные пятновыводитель отличная штука я стала его использовать как средство для очищения накипи внутри бачка унитаза кстати в него раньше ложили ложечки примерно и сейчас нету перестали последнее время ловить а раньше все наложили пола у меня пока сейчас ложечкой карте чё я делаю я снимаю крышку с унитаза а сливаю полностью воду перекрываю кран чтобы туда новая вода не набиралась засыпаю ложку вот этого пятновыводителя туда прям по дну по дну бачка и наливаю туда горячей воды ну а я обычно с чем прям так шипеть начинает шипеть и вот это вот накипь которая там внизу образовалась она начинает отваливаться я это делаю где-то раз в месяц и поэтому огромными кусками меня не отваливается и унитаз не забивает но тогда вода прекрасно смывается потом прекрасно набирает ну короче все нормально и не разводятся какие-то там непонятные бактерии внутри этого бачка унитаза я знаю что многие вообще туда не залезают и ничего не делать не знаю я постоянно чищу если я не буду чистить у меня начинает плохо ну заедать вот этот поплавок который там внутри этой системы не дает нормально воде набираться или сливаться если я вот так от накипи это там все дело очищают а прекрасно все функции клеют также в бачке унитаза всегда там все чистенько можно оттуда вода пить но я конечно шутканула ему просто нравится что за ним ухаживаешь поэтому он начинает периодически выделываться чтобы ты обратила внимание так ну и дальше продолжаем тему стирки закончился у меня уже не углядела я заранее и закончился уже мне гель для стирки для именно для деликатных тканей все вот такие вещи которые там допустим дочь ходит с техникум там я хожу на работу там такие вещи которые вот более на выход скажем так не домашние там вязаные какие-то такие вот вещи я стараюсь стирать вот этим гелем для деликатной стирки на самом деле если вы сравните одну и ту же вещь после стирки постиранные хоть даже нашим порошком и потом постираете вещи вот этим гелем вы сразу почувствуете разницу на самом деле я когда ну я не был не думала что будет так и так явно видно я просто сама была шокирована когда первый раз попробовала я вот это платье ну никогда раньше не стирала специально вот этим средством для деликатной стирки просто стирала нашим порошком для светлых тканей потом получилось так что я стирала анечкин вещи такие ворсистые мягенькие ты хочешь артикул посмотреть вот и 1840 да и я значит специально добавила вот это средство для деликатной стирки так как вещи ее были светлые и как раз мне нужно было постирать мое платье вот это вот я вместе к ее вещам добавила вот это свое платье и получается что постиралась но вот этим делем и когда я его потом сняла с своей сушилки я была поражена насколько вещь она вообще ну на ощупь даже становится другой совершенно она такая мягкая какая-то такая какая-то пушистость появляется в общем гораздо приятнее взять руки чем когда вот даже если постиранная нашим стиральным порошком и даже с нашим кондиционером все равно после вот этого геля я теперь это платье стирает только вот этим гелем ничем другим и остальные свитера всякое такое что вязаная я теперь стира именно только вот этим гелем для деликатных тканей поэтому если вы еще и не попробовали просто вам рекомендую это сделать его кстати можно использовать стирать им без добавления кондиционера для белья а потому что в нем какой-то процент уже есть умягчителя вот этого вот но я чуть-чуть все равно добавляют для запаха потому что я люблю когда белье вкусненько пахнет нашими кондиционерами я люблю нашу серию ароматерапия вот поэтому я чуть-чуть для запаха все равно добавляю но хотя можно этого не делать это такой и мой еще один каприз скажем так нету в наличии к сожалению сейчас на складе да он постоянно бывает наличие то есть ну я очень довольна вообще пользуюсь нашими всеми гелями для стирки и для цветных и для черных и для белых вот ну вот я очень довольна очень довольна так что если не пробовали прямо вот рекомендую настоятельно ладно скоро мне надо уже будет покупать стиральный порошок да ну и вот один из тех тоже моих любимчиков про который только что говорила это как раз конец и ультра кондиционер для белья в прошлый раз у меня была по моему был розовый бархат сегодня у меня будет восточный пион я их периодически чередую я люблю менять ароматы я такой человек который любит разнообразить поэтому ты еще не догадалась их между собой ты не поверишь мне были пока я не пробовала этого нет просто регулярно эти бутылочки все выбрасывают это просто надо оставить одну бутылочку чтобы потом в ней смешать если когда добавляешь в стирку просто чуть-чуть того чуть-чуть того не знаю как-то проскакала такая у тебя любовь она везде все смешивать чтобы это не люблю миксовать но еда парфюм уборка я много люблю миксовать я даже мороженое люблю миксовать еще более-менее много чего могу там намешать не знаю варенье перемешать вкуса получился тот который мне надо ну да много я уже на самом деле сейчас так не упомнишь сразу все лаки там для ногтей я любила раньше миксовать создавала тот цвет который мне нужен да вот есть у меня такое видимо вот поэтому тут у меня мысль тоже проскальзывала но просто из-за того что мне принципе так устраивает ароматы наших кондиционеров я решил еще хоть с этим не заморачиваться потому что мне вроде бы и так а ну эти запахи нравятся вот значит артикул 11 853 одна из моих любимых серий ароматерапии она там идет четыре разных аромата они просто более насыщенные чем те которые у нас другие ультра кондиционеры для белья поэтому тут если вы небольшой любитель насыщенный по аромату если вы любите более такой прям легкой или вообще без запаха то тогда вам не в эту серию а просто в другие ультра кондиционеры для беля у нас это много всяких разных и я уверен на сто процентов что для себя вы обязательно тоже своих любимчиков найдете да и не надо нюхать из из флакона то некоторые из флакона понюхать горит ой так сильно резко пахнет нет он концентрированный когда вы его добавите в стирку совсем чуть-чуть запах будет совершенно ну да он же будет полоскаться вместе с водой то есть там уже концентрация разбавится и уже на белье сядет только часть этого аромата и плюс потом когда белье высыхает все равно она пахнет меньше но она пахнет у меня муж просто обожает все наши кондиционеры прямо так вот заходишь в квартиру ты и сразу знаешь что только что была вывешена но он забывает как они называются к не ультра кондиционеры как вкусно пахнет свой порошок мне так нравится этот запах поэтому да и он он очень любит эти все ароматы вот ну и вот еще один такой у меня есть продукт что-то сильно темный краски для волос краска для волос я в какой-то недавней своей распаковке уже показывала что я покупала краску для дочери а тогда мы что-то по-моему светлый каштан не покупали вот но на днях она мне сказала что она хочет попробовать вернуться в свой приблизиться к своему натуральному цвету скачать ее родной цвет который у нее настоящий вот ну и вот долго мы с ней там смотрели по каталогу выбирали и заходили на сайт я предлагала и в другом цвете так здрасте заходите заходите не переживайте да вы у нас так ну отпустили еще одного человека выдали заказ возвращаемся опять к распаковке значит дочь решила попробовать вернуться в свой приблизиться к своему натуральному цвету скажем так у нее не черные волосы такие какие-то как темно-коричневые я конечно советовала ей цвет взять немножечко посветлее мне показался этот слишком темный будет для нее цвет но вот не знаю я уже думаю может быть просто не выдерживать положенное время подержать немножко меньше потому что он прям явно прям каким-то таким черным отдает на самом деле у нее конечно же не такой прям свет как тут на картинке но с другой стороны никогда не ждите полного сходства с той картинкой которые вы видите на коробке поэтому может быть совершенно цвет оказаться другим поэтому сильно равняться на коробку тоже не стоит и причем один тот же цвет на разных волосах у разных людей тоже будет по-разному да да это точно у нее кстати плотный такой волос не такой как у меня тоненький поэтому у нее краска тоже всегда ложится немножко по-другому и единственное вот что еще хочу добавить что здесь вот на коробочке есть такой вот такая картинка по которой можно понять приблизительно какой цвет можно получить но это только приблизительно допустим от вашего исходного цвета вот получается вы смотрите какой приблизительно исходный цвет из вот этих и вам показано что из этого приблизительно получится ну а там насколько вы хотите значит получить интенсивность и яркость этой краски вы можете немножко варьи варьировать во времени вот сильно конечно передерживать я вам не советую но немножечко не додержать если вдруг вам кажется что темноватый оттенок можно вот но опять-таки это надо знать свои волосы надо знать как он закрашивается если допустим у вас есть седина поэтому может так получится что если вы не додержите может плохо седина закраситься я допустим свои волосы уже знаем много лет их крашу и я уже знаю как краска ложится сколько мне надо времени продержать поэтому тут конечно однозначной такой рекомендации тоже дать невозможно хотя там внутри есть инструкция по которой можно все прочитать но вы все равно как бы уже у вас должен быть какой-то опыт по окрашиванию ваших волос если же опыта нет и вы первый раз тогда лучше конечно ориентироваться на инструкцию которая будет там внутри вот значит 30 темный каштан артикул 18022 так дальше вот значит еще что касается стирки это тоже один из моих любимчиков это спрей пятновыводитель тоже уже почти у меня заканчивается кстати я пробовала закончится она очень не закончился но уже я просто чувствую уже по распылителю к начал распылять уже просто чувствуется там когда он начинает заканчиваться у нее такие появляются как с воздухом уже эти пшики вот и я чего хотела сказать что до этого у меня еще был я как-то пробовала заказывать вот эти спреи от пятен только из серии где у нас с животными забыла как она называется не помнишь что-то там короче серия там где у нас что-то такое короче там тоже есть значит такой спрей от пятен вот и я экспериментировала пробовала и его использовать вместо нашего вот этого спрея пятновыводителя он тоже кстати хорошо удаляет пятна с одежды так что если вдруг настанет такой момент что этого не будет спрея в базе а вам нужен будет срочно пятновыводитель то можете смело тот заказывать думаю он этот спрей прекрасно заменит вот ну что могу сказать еще тоже отличная штука хорошо выводит пятна прям на пшикали вот так вот по и потерли то место где пятнышко но прям так как расплываться начинают и потом в стирку его вот пятнышки все хорошо отходит но уже есть у вас сам какой-то застарелая прям пятно или какое-то жирное пятно то тогда конечно вам все-таки советую воспользоваться нашим карандашом пятновыводителя такое у нас тоже есть вот он прям хорошо вот эти все масляные жирные пятна выводит застарелые пятна вот точно также мочите ткани вот так карандашом наносите на это пятно также самое также трете и потом значит в стирку если даже за один раз и карандаш не помог просто повторите потом карандашом еще раз вот вообще он хорошо убирает пятна я даже убирал этим карандашом пятна когда сын у меня проходил практику в депо там вот это паровозное масло все вот эти всякие смазки вот я его вот этот комбинезон рабочий на нем короче экспериментировала нашим вот этим спреем нашим карандашом вот пятна вот эти все паровозные уходили ну потом просто забросил это делать потому что это было бесполезно практика несколько раз в неделю и каждый раз выводить морочиться с теми пятнами зачем в общем потом просто перестал это делать и все но мне интересно было просто попробовать насколько действительно эффективно вот будут уходить вот эти масляные пятна вот все это работает главное только правильно использовать так что отличное средство артикул 30151 еще добавить его можно использовать для того чтобы помыть обувь если у вас белая подошва вот это прям классное средство я распыляю получается на саму подошву беру старую зубную щетку так вот тру все это дело вспенивается и прям под подошва действительно становится ну это можно не только на подошву это можно даже если у вас просто белые кроссовки можете напшикивать на ткань точно также вот так скотчка на сам кроссовок а как постирать конечно не стирается можно вот так салфеткой влажные вот так потом и многие вообще кроссовки стирают стиральной машине или до или в тазике я знаю вот стиральной машине стирать кроссовки там где у меня белье стирается я нет это не про меня я в тазике у меня отдельный тазик для обуви, у меня отдельное ведро для мытья пола, у меня отдельное ведро для пыли, у меня, короче, 500 ведер, и все для разных целей. Ну, значит, тебе тогда просто остается это делать в ведре. Вот, но я знаю, что многие так делают. Ну, в ведре я стираю кроссовки, да. Ну, перед этим попшикай на них. Тазик у меня там специальный. Вот, попшикаешь нашим спреем, и есть у тебя... А у тебя, по-моему, ты покупал, по-моему, себе белые кроссовки. Да, да, белые кроссовки. Я вот их в тазике стирала. Вот, попробуй. Это, кстати, тоже очень хорошо работает. Многие так делают. Вот, так что, имея в виду. Вот, да, отличное средство. Вот, я уже сказала, 30-150 дни ротиковые. Так, ну и ля-ля-ля-ля, тра-та-та-та! Уже боюсь. Ура-ура-ура! Я поняла, что это. Ура-ура-ура, мычения мои закончились. Она сегодня делала то, чего не делала никогда в жизни. Да, неси. Я же испугалась, когда я это увидела. Неси, буду показывать, что я сегодня делала. То, что никогда в жизни больше ничего так не делала. Девочки, мне настолько зашла эта губная помада, я настолько в нее влюбилась. Она настолько подходит моим губам. Это из серии Эцкли. Она уже вот прям пустая-пустая. И, получается, немножко срез осталось вот здесь, возле крышки и на дне. Но вот этот аппликатор, который находится внутри, он не достает. Как бы я ни пыталась вот так вот крутить по баночке, он не достает в эти места. Вот. А я ждала, знала, что сегодня у меня придет такая же самая губная помада. Вот она, даже в том же самом цвете. И мне сегодня пришлось брать вот эту ватную палочку и палочкой вот так вот лазить там. Я вообще никогда обычно так не делаю. Вообще, у меня никогда в жизни не было такого, чтобы я губную помаду использовала до конца. Обычно мне надоедало, и я просто выбрасывала ее и недопользовала. Или не было такого, чтобы я прям вот, знаете, до самого до ободка докрашивала губы. Вот. Это у меня вот первый раз в жизни такой у меня случай, что у меня вот опустела полностью моя, значит, губная помада. Поэтому я сегодня ржала. Риме говорит, буду сегодня делать то, что не делала никогда в жизни. Да, и я сделаю то, что не делала никогда в жизни. А Рима, получается, снимает. Покажу вам за кулисье. Снимает шорт. Снимать я с тобой. И, в общем, короче говоря, я заказала сегодня, в сегодняшнем моем заказе пришла точно такая же помада, которая у меня уже закончилась совсем. Артикул даже тот же самый. Прочитать мне сложно, но если я не ошибаюсь, то там что-то такое 40-545 или что-то такое. Она, короче, в самом начале, в ряду, где цвета... Посмотрите на канале, я вам ссылочку... В ряду, где вот эти все цвета помад, она, получается, там самая первая. Не ошибетесь. Что-то там землянично-клубни... банановое. Как-то так называется. Землянично-банановый, по-моему, оттенок. Вот. И сегодня ура-ура-ура-ура, ура-ура-ура-ура. Я сегодня... Прямо в кадре. Девочки, значит, что сейчас хочу сказать о ней об этой помаде. Ягодкой пахнет. Да, она прям их привкусит... Маленькой. И привкус у нее такой... Ну, она, по-моему, землянично-банановая же и есть, по-моему. Блин, не знаю, ты меня прямо заинтриговала. Ну, возьми, попробуй. Я почему на нее подсела? Потому что у меня проблематичные губы. Они у меня пересыхают очень сильно. И потом, когда происходит пересыхание губ, получается, вот так бывает, прям отходят вот так пласты с губ. И что я когда-нибудь пробовала? И какие помады всякие я не пробовала? И вот эти наши помады бальзам, и увлажняющие, и со всякими маслами, бальзамы. Да, эффект какой-то был, становилось легче. Не так отслаивались вот эти, значит, как это даже назвать, не знаю, слои вот этого верхней кожи, или как это назвать, правильно, не знаю. И только когда я начала пользоваться, я на самом деле не сразу ее распробовала. Она даже мне сначала как-то не очень понравилась. Какая-то такая простоватая, вроде как ничего обычного. Особого такого какого-то эффекта сначала не почувствовала. Но потом, когда я решила все-таки ее потестить, я стала замечать, что мои губы помягчили. Вообще у нее такое свойство, что она как будто бы впитывается в губы. Вот мы нанесли ее на губы, проходит буквально минута-две, и половина этой губной помады, которую вы нанесли, как будто часть в губы уходит. Но это не знаю, может быть это только у меня так, потому что у меня губы сухие. У меня это так работает. И за счет этого получается губы становятся мягкими. Они такие увлажненные, в то же время какие-то как напитанные получаются. И у меня сейчас практически не отслаивается вот эта фигня, которая бывает у меня обычно на губах. Вот поэтому я, я же говорю, стерла ее до дыр, до самого пустого. И если у кого-то вдруг есть такая проблема, просто девочке рекомендую вам ее попробовать. Это представляете, насколько Татьяне должна понравиться помада, что она ее будет юзать каждый день. Это же человек непостоянства, который по 35 раз на день любит разными помадами пользоваться. А тут на одну подсела, это что-то новенькое. Я забросила все свои помады. У меня на самом деле, мне много каких помад нравится из нашей коллекции. Называется вот этот землянично-банановый коктейль. Именно этот таркет. Ну я же помню, что что-то такое, да. Много у меня есть помад, которые мне нравятся наши Фаберлик, но из-за того, что у меня вот эта сухость губ, получается, что я какое-то время пользуюсь, потом я отхожу от этой помады, потому что она либо подсушивает, либо что-то такое еще, либо она, если она матовая или полуматовая, она начинает, ну она выделяет мои вот эти морщинки на губах. Есть у кого вот губы, допустим, полные, прям такие красивенькие, а у меня какие-то такие, я не знаю, как это сказать, вяленькие. Просто они у тебя не накачаны. Да, ну я, да, ничего в них не закачивала, поэтому какие есть, такие есть. И получается, когда помада матовая или полуматовая, и когда наносишь ее, она красиво ложится, она хорошо держится, не мешает на губах, то есть у нас много хороших помад на самом деле есть, но они подчеркивают вот эту мою неполность губ, скажем так, неполноту. И мне это не нравится. Вот, ну короче говоря, путем исканий я пришла вот к этой помаде, поняла, что не знаю, как это будет летом, но сейчас, в период холодов, я буду, я сейчас пользуюсь только ей, никакие другие помады. У меня сейчас все, я положила на полку, что-то притащила сюда на стенд, у меня теперь разделилась часть дома, часть здесь, часть вообще уже выкинула, потому что уже таких помад вообще нет в продаже, их уже сняли. Помнишь, у нас были такие в черных упаковочках помады, кстати, там была помада, которая была увлажняющая, она, кстати, мне тоже очень нравилась, и она мне подходила. Ну, еще там парочка была, из тех и старых серий, их уже нету давно-давно, вот, я долго их хранила, потом думала, что их хранить, во-первых, они уже, ну, как бы, они уже давно, наверное, года полтора, вот, и плюс появились новые прекрасные помадки, и зачем это все хранить? Я, короче, все это, по-моему, выкинула, если я не ошибаюсь, но если где-то в углу еще найдется, я не ошибусь, не удивлюсь точнее. Так что, девочки, если у кого-то есть такая проблема, как у меня с сухостью губ, рекомендую вам вот попробовать вот эту помаду, очень, она даже классная. Сейчас тебе 100% начнут прилетать отзывы, скажут, Татьяна, ты так шикарно рассказала про помаду, что я что же себе добавила ее в корзину? Блин, ну, у меня просто действительно, на самом деле, много эмоций от этой помады, потому что эффект, ну, для меня просто шикарный, я не знаю, может быть, она у других не будет так работать, но у меня просто эффект шикарный, я думаю, если бы она мне не зашла или не понравилась, я бы, думаю, наверное, ее не повторяла бы вообще, у меня нет такой привычки повторять продукт какой-то, который мне не очень зашел, или, допустим, он мне нравится, но как бы не вау, но есть и есть, пользуюсь, допустим, как для разнообразия, один раз это, другой раз это, я вообще люблю разнообразить, у меня куча всяких теней, всяких помад, карандашей, цветные туши, которыми я пользуюсь очень редко, но иногда вот мне взбредет в голову, и сегодня хочу мне на синие ресницы, бывает такое, да, ну, такой я человек, импульсивный, наверное, вот, поэтому, если бы мне, ну, не зашла эта помада так хорошо, как она зашла, я бы, наверное, ее не повторяла, поэтому делайте выводы. Девочки, те, кто любит собирать заказы у клиентов и говорит, что никому ничего не надо, не работает, учитесь у Татьяны, она только что вам показала мастер-класс, как продавать, не продавая, как делать так, чтобы люди цеплялись и тоже хотели заказать, попробуй на себе, действительно влюбись в продукт, получи личные эмоции, личные впечатления, и тогда ты любому человеку сможешь этот продукт продать, даже без задней мысли, что ты хочешь продать. Человек сам у тебя попросит, а я тоже такое хочу. Да, Римма тут абсолютно права. А я еще где-то бываю не права? Кстати, эта помада приходит вот в такой оригинальной коробочке. Я не знала вопрос, значит, где-то бываю не права? Это мы оставим за кадром. Девчонки, вообще вся эта продукция, которая у нас приходится в коробочке, это идеальный вариант для того, чтобы подарить этот продукт на подарок. Да, вот так вот было сразу все. Да, потому что, ну, когда подаришь вот так, как бы, ну, приятно, да, спасибо, но когда продукт упакован в коробочку, подарок воспринимается совершенно по-другому. Упаковка тоже имеет значение, поэтому вот у нас много-много всякой продукции. На самом деле у нас, так скажу, наверное, меньше косметики той, которая идет без упаковки, больше все-таки идет в упаковке. Вот, поэтому вот, как на подарок тоже вариант. Цена у нее очень даже доступная, вообще недорогая, если рассматривать губные помады, то цена вот вообще очень-очень доступна, мне кажется, всем. Она уже с третьего захода вам продает. Девчонки, простите, я, наверное, слишком много уделила внимания этой помаде, но я настолько просто влюбилась в нее, что вот меня просто распирает рассказать о ней по максимуму. Поэтому уж простите, если перестаралась. Не-не, не перестаралась, очень даже классно все. Теперь немножко перевожу дух и осталось напоследок, у меня я всегда обычно напоследок оставляю лаки, если они у меня бывают в лакаре. Ой, любимчики! Но, честно сказать, я уже сейчас вижу, что, наверное, не совсем тот цвет, на который я рассчитывала. Он там был гораздо розовее. Это лак из серии Халяль. Есть у нас и такие лаки. Там он был прям розовый-розовый. Здесь он какой-то прям вот бежевый, я бы сказала. А это мой любимый цвет. Совсем, да. Таким цвета я обожаю. Если тебе не подойдет, знай, кому подарить. Да, я уже знаю, у меня есть кому придавить. Так что нам... Тебе кому? А то так сказала уже кому-то другому. У нас обычно, если что-то кому-то не подходит, мы друг другу передариваем. Я специально заказала один лак из этой серии, потому что именно из этой серии у меня лака еще нет. Вот тяжело показывать, потому что он бежевый и рука бежевая. Да, он светло-бежевый такой прям. Мой любимый, короче, оттенок у лаков. Я обожаю. Вот так сделаем. Я просто такими лаками практически не пользуюсь. Редко пользуюсь. Знаете, когда бывает, я люблю когда делать три цвета на руках, на руке лака. Допустим, темный, светлее и светлее. Но они должны быть все в одном тоне. Это должен быть либо малиновый, либо сливовый. И оно как бы переходящее такое, как амбре получается. И я как раз подбирала под вот этот лак. Мне нужен был светло-розовый, такой вот розово-лило, я даже сказала бы. А он, получается, ушел больше в беж. Он, может быть, подойдет мне к моей коричневой серии, которую я планирую тоже прикупить. В общем, не знаю. Надо его еще потестировать, попробовать, как он будет ложиться. Потому что именно из этой серии я лак еще не пробовала. Вот. Поэтому взяла один чисто для пробы. Вот. Вообще, мне там в этой серии нравится еще два цвета в таком, в коричневом оттенке. Вот. Вот если мне этот лак зайдет по нанесению. Он, по-моему, будет похож по нанесению на подобный лак, в подобной упаковке, только на котором не написано халяль, который у нас нюдовая серия. Ну, он, наверное, будет пожиже, чем вот этот, который у нас идет в черных бутылочках. В черных он прям более такой, прям в один слой хорошо ложится. Это тоже нормально будет хорошо в один слой ложиться. Это просто на бумажке. Ну, может быть. На ногти будет хорошо. В общем, короче говоря, буду тестировать. Не должен поросить даже в один слой. Посмотрю, что из этого получится. Риман, я не уверена, что я смогу правильно прочитать артикул даже в очках. Ты что, такие цифры не видишь? В очках? 71015. Слишком они там мелковаты и прям друг другу близко-близко вот так поставлены. Нормально. 71015. Что не уронило. Вот. Так что попробую, потом расскажу, какой результат. Вот. Ну, и, собственно говоря, все на этом. Если ей не понравится, то у меня увидите результат. Да, у кого-то точно увидите результат. Вот. Ну, а на сегодня будем загрегуляться. На завершение у нас все, как обычно, одна и та же тема. Мы любим поговорить про покупочки, позвать вас тоже к себе в команду на совместные покупочки. Точнее сказать, не совсем правильно выразилось совместные покупочки. Вы можете неправильно совсем понять. То есть, хотелось сказать, что приглашаю вас, если у вас еще нет вашего личного кабинета покупателя, но если вы хотите покупать нашу продукцию, шикарнейшую компанию Фаберлик, уже проверенную годами. Компании недавно было 25 лет. Вот. Я думаю, это имеет значение, потому что, если продукция была бы плохая, компания бы так долго не существовала и не была бы на слуху, и так много миллионов людей не покупали бы ее продукцию. и не делала бы миллиардные выручки. Компания Фаберлик это один из самых крупнейших налогоплательщиков в России. Имейте в виду это. Миллиарды рублей уходят. Да, и несмотря на сейчас на наше такое сложное положение в мире, скажем так, компания все равно развивается, идет вперед, причем с семимильными шагами. Недавно было на супоровой форум, на котором мы снова увидели кучу-кучу всяких новинок, которые нас ждут еще в этом году. Многие сокращают ассортимент, продажам расширять. Ну, конечно, жалко, что какие-то товары все-таки уходят в связи с логистикой. Ну, есть там какие-то проблемы с работой с другими странами, но это все равно никак не влияет. Цены компания не завышает на продукцию. То есть, компания старается выпускать продукцию так, чтобы человеку было выгодно купить, чтобы он не пожалел о том, что он купил этот продукт. Даже если он не собирался бизнесом заниматься, а просто купил для себя. Да, да. Ну, мы же все равно покупаем это все обиходное для дома. В основном много такого товара, которым мы пользуемся каждый день. Там, не знаю, для стирки, для уборки, на кухне всякие средства, и посуда, и что только нет, уходовое. Все равно умываемся, мажем лицо, кремчики наносим. То есть, ну, все равно мы это все покупаем, по крайней мере, я раньше это все покупала в других магазинах. Сейчас все, что можно купить здесь, а я покупаю здесь, но уже то, чего нет у нас, а мне нужно, ну, конечно, покупаю в другом магазине, но это уже, этот список уже намного-намного уменьшился, потому что из-за того, что добавляются постоянно новые какие-то продукты, новые линейки, расширяются, появляется та продукция, которой раньше не было вообще, допустим, в компании. Вот, и это настолько радует, потому что, значит, мы меньше ходим туда, в другие магазины, и это все покупаем здесь, потому что, ну, мы знаем, почему мы это делаем, мы возвращаем часть денег потом назад, они нам возвращаются, то есть мы сначала купили, а потом нам это раз сейчас назад и вернули. Ну, красотина, красота же. Где вам так в магазине вы наберете кучу товара, придете на кассу, а вам скажут, ой, вы знаете, а вы вот вместо тысячи рублей заплатите только 350 рублей, а остальное подарок от магазина. Ну, я такого ни одного магазина еще не знаю, а у нас это так. Вот, поэтому много-много всяких таких плюшек интересных, про которые вы скорее всего даже еще может быть и не знаете, но обязательно узнайтесь и придете ко мне, когда пройдете по ссылочке. Вот, и когда я такое вижу, что вы у меня засветились как новые консультанты, я обязательно с вами как новый покупатель, может быть. да, да, и тогда мы с вами свяжемся и обо всем поговорим, и тогда вы у меня уже скажете, вы пришли просто покупать какие-то товары для дома, или может быть вы хотите еще и с нами зарабатывать, а такая возможность тоже есть. Вот, ну и об этом, наверное, тоже немного расскажем. сколько оплатить, знаешь, как обычно, когда люди на работу устраиваются или там себе вакансию подыскивают, сразу спрашивают, что, сколько будешь платить? Ну, на этот вопрос так однозначно сразу, наверное, не ответить, потому что тут в зависимости, что человек будет делать, что он вообще хочет получить от этого, и как быстро он хочет это получить, поэтому тут прямо так сразу одним словом не ответишь. Ну, возможность, да, сколько можно. не скажешь, что вот зарплата там 25, допустим, каждый месяц, такого здесь нет, то есть, что наработаешь, что и получишь. Чем интенсивнее будешь работать, чем больше вникнешь в это во все, тем, значит, быстрее начнешь зарабатывать. Конечно же, это будет сразу не с первого месяца, вот, не сразу вот такие вот сумасшедшие суммы, но, опять-таки, повторяюсь, все будет зависеть только от вас. Так цифру же скажи. А, цифру? Да, забыла про цифру. Цифра, цифры тоже бывают разные, но могу сказать точно, что до 100 тысяч и больше в месяц можно зарабатывать с пометкой на то, что все-таки будет зависеть от вас, от ваших действий, которые вы будете делать или не делать. Вот, ну, и еще, конечно же, обязательно вот то, что мы любим добавлять, что есть у нас такая программа для новичков, которая называется быстрый старт, по которой можно очень быстро стартануть и пробежать. Вот, и там тоже будет зависеть от того, сколько вы успеете преодолеть ступенек, но по максимуму можно собрать до полтора миллиона только одними премиями, премиями, не считая тех других заработков, которые у вас будут в каждом каталоге. Это за первый год в бизнесе. Да, вот, так, в принципе, 18 раз в году вместо 12, как у всех остальных, вы будете каждый раз по окончании каталога получать свою энную сумму, которую вы наработали за этот каталог. Не 12 раз в год, а 18 раз в год зарплата, считай, вам, да, такая была зарплата. Просто она неоднозначная, одной суммой ее как бы не назовешь, вот, но если все-таки вас заинтересовали, пишите мне там мои контакты, тоже в инфобоксе внизу есть под видео, вот, если кому-то нужно конкретно развернуть этот вопрос, но только в том случае, если вы еще не зарегистрированы, потому что перерегистрациями мы не занимаемся, вот, а консультировать совершенно других людей из других структур, нам, к сожалению, нельзя, могу только какую-то такую общую информацию дать, никакой конкретики к сожалению уже дать не смогу, вот, но если у вас уже есть свой личный кабинет, то, значит, вам туда наверх, к вашему наставнику, а если все-таки вы еще свободны, то приглашаю вас в нашу команду к себе, приходите, думаю, что все будет хорошо и все у нас получится, вот, протороторила быстро-быстро, потому что уже опять мы наговорили очень много, тебе есть что добавить? Мне по бизнесу всегда есть что добавить, это противопоказано, Риме такой вопрос задавать, я смотрю, ты тоже уже потихоньку от меня начинаешь заражаться, пошла, я уже даже так в стороне тихо стою, молчу, ничего не говорю, мне нечего добавить, ну, просто иногда так, главное, что все легально, официально, никаких серых зарплат в конверте, никаких задержек с зарплатой, все четко вовремя, закрылся каталог и вы знаете, что к четвергу, к пятнице, после закрытия каталога у вас деньги уже будут на счете, когда начинаете зарабатывать там 10-15 тысяч и больше, открываете либо самозанятость, либо предпринимательство, деньги вам выплачивают на банковскую карточку, либо на расчетный счет предпринимательства, платите налоги, спите спокойно, все прекрасно и хорошо, сразу ничего открывать не нужно, не пугайтесь, вы это делаете только тогда, когда есть с чего эти налоги платить, до того, как вы только-только начинаете раскачиваться и у вас идут первые доходы, вы эти деньги можете забирать через заказы, как Татьяна сказала, вы можете частично свой заказ, который оформляете, оплачивать вот этими заработанными деньгами, вот и получается, что на тысячу рублей заказ сделали, а заплатили всего лишь 350, потому что 650 рублей вы погасили за счет тех денег, которые вам выплатила компания Фаберлик, как вознаграждение за проделанную работу. Или можно сказать по-другому, что 65% от вашей стоимости заказа проплачивает компания, вот поэтому в зависимости от суммы. Вас благодарить за то, что вы помогли ей сделать так, чтобы у нее было больше объемов продаж, вот больше прибыли, из этой прибыли вам компания делится процентом. Более подробно, как делать так, чтобы у вас получался этот доход, что нужно делать, вот до того, на какую кнопочку нажать, мы вам обязательно поможем, расскажем, научим, пишите вниз по ссылочкам Татьяне в личку, она вам обязательно все подробно расскажет, потому что сама знает, как куда нажать, может вам тоже показать. Ну и еще, может быть, тот, кто смотрит наши двойные видео, где мы вдвоем, всегда выбирайте Татьяну, я наставник Татьяны, выбирайте Татьяну, выберите Татьяну, значит, будет работать с вами и она, и я. вам вылезает двойную пользу. Да. Однозначно идите к ней. Ну, это как бы все равно человек должен выбирать сам, и если все-таки ты глянешься им больше, то пускай. Для наставника слушать, я тебе сказала, что надо идти. Римма, все равно каждый человек выбирает тебе человека, с которым ему будет охота сотрудничать. поэтому тут еще и... разве не на одной волне? Мы на одной волне, но мы все равно немножечко разные по характеру, поэтому тут каждый волен выбирать, что ему нравится. Вот. На то он у YouTube и есть. Люди смотрят, выбирают, смотрят на лица, на то, как люди говорят, что говорят, как говорят, а все на самом деле имеет значение. Поэтому вот много людей, которые приходят с YouTube конкретно уже на того человека, который ему полюбился, скажем так. Вот. Поэтому вот решайте сами. Вот. Ну, а теперь, наверное, все-таки мы будем закругляться. На сегодня наша распаковка закончилась. С элементами бизнеса. Мы даже тут умудрились намешать распаковку плюс бизнеса. Слушай, ну как без этого? Ведь вдруг кто-то человек включил мое видео первый раз и до этого ни разу никакое мое видео не смотрел. Поэтому вот сразу раз и получил сразу все. И сразу. И распаковка, и о товарах, и в конце еще и про личный кабинет покупателя, и про бизнес. То есть все, сразу получил какую-то уже полезную информацию для себя. Вот. Ну и все. Опять по второму кругу сейчас начинаю говорить, что будем закругляться, что нам уже пора прощаться. Мы так можем. Пока мы начинаем махать руками, у нас расставаться не получается. Всех была рада видеть на своем канале. Вот. Обязательно пишите комментарии. Всегда с удовольствием их читаю. Руками помахали, дальше продолжаем. Это разно. Как обычно. Очень бывают всегда разные интересные комментарии. Так что пишите, не забывайте обязательно. Если вам было полезно, все-таки это моя распаковка, которая была длинная, как всегда, не забывайте ставить лайки. Ну и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Обязательно увидимся на моем канале. Либо я, либо вдвоем с Римой. Мы как две неразделимые половинки. Вот. Все время с ней любим что-нибудь такое интересное обсудить. Вот. Ну и все. Теперь точно пока. Пока-пока. Даже махать не буду. Почему? Чтобы макала. А я это оставлю. Ты оставляй, что? Мне все равно. Зрители повеселятся, как обычно, вместе с нами. Все, продолжаем болтать? Нет, ладно. Пока работает только такой метод. Все.